Повод для проведения профилактической акции в ЕСКИ. Смерть мужчины на железнодорожных путях во Вайцовичском районе, который решил проскочить перед приближающимся поездом. Несмотря на то, что этот случай первый в нынешнем году, тем не менее сотрудники милиции просто не могут оставаться в стороне, когда подобное случается. 27-летний водитель Audi A6 выехал на железнодорожный переезд перед движущимся поездом. В итоге машинист принял меры к экстренному торможению железнодорожного состава. Однако избежать столкновения не удалось. В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний водитель иномарки погиб под колесами поезда. Стоило бы отметить, что это дорожно-транспортное происшествие можно было избежать, если бы водитель выполнил все установленные требования, которые регламентируют его поведение вблизи железнодорожного переезда. Так, если у нас горит свето-звуковая сигнализация, запрещающая въезд на железнодорожный переезд, а она горела, выезжать на железнодорожный переезд запрещено. Правил запрещающих пересечение железнодорожных путей не так много, и они очень просты. Их можно объединить двумя словами – не спеши. На сегодняшний момент ответственность предусмотрена в риде штрафа от 2 до 4 базовых величин. Стоит отметить, конечно же, что никакие санкции не грозят так же, как потеря жизни или потеря здоровья. То есть каждый участник должен понимать, что не стоит ни санкции – это главная составляющая и главный стимул для соблюдения правил дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности на дороге, на железнодорожных путях в частности. Поэтому сотрудники госавтоинспекции проводят своеобразный блиц с автолюбителями на предмет знания закона. Закрытый шлагбаум можно ехать? Нет, конечно. А если он начинает опускаться? Тоже нет. Хорошо, а если у нас опускается шлагбаум, но при этом не горит красный сигнал светофора? Все равно нельзя ехать. Все правильно, то есть при закрывающемся у нас, обязательно на порядке, вы должны остановиться. Где вы должны остановиться? Если стоп-линия есть или знак. А если есть знак, но нет стоп-линии, то вы где должны остановиться? На против знака. На против створе со знаком вы останавливаетесь. Хорошо, расскажите правила обгона. Разрешено ли нам взять и обогнать транспорт на след, если мы уже до переезда? Нет, нельзя, запрещено. За правильные ответы сотрудники милиции вручали на первый взгляд незначительные призы, светоотражающие элементы и памятки. Но однажды они помогут спасти чью-то жизнь. Я хочу напомнить, что данный участок дороги – это место повышенной опасности и требует от каждого участника дорожного движения. Прежде всего, это соблюдение правил дорожного движения. Я вам хочу подарить вот такую листовочку. И еще, хотелось бы напомнить, что предусмотрена административная ответственность за нарушение проезда железнодорожных переездов. Это штраф от 2 до 4 базовых величин. И, конечно же, выходим с автомобиля, являемся пешеходом. В темное время суток каждый участник дорожного движения должен обозначить себя световозвращающим элементом. Несмотря на то, что ДТП с участием железнодорожного состава Брестской области в этом году произошло впервые, от подобного не застрахован никто. Поэтому так важно соблюдать элементарные правила, дабы сохранить свою жизнь. Продолжение следует...